Всем привет! Сегодня я вам покажу классные и полезные инструменты с Алиэкспресс, которые вам пригодятся как в доме, так и при стройке чего-либо. И думаю, они вам понравятся. А еще мы проверим цены на все эти инструменты и узнаем, где цена дешевле. У нас в онлайн-магазинах или на Алиэкспрессе. В конце ролика будет конкурс для тех, кто посмотрит это видео внимательно. Приятного просмотра! Пескоструйная насадка для Керхера. При помощи адаптеров крепится к пистолету-минимойки. Внутри насадки, благодаря разнице диаметров сопла и форсунки, создается разрежение. Через штуцер разреженный воздух передается к патрубку, который всасывает песок. Абразив, подхваченный воздухом, поступает в пескоструйную насадку, смешивается со струей воды и под высоким давлением подается на поверхность, отбивая мелкие частицы ржавчины, краски и грязи. Вы легко можете контролировать силу воздействия струи, изменяя силу напора воды, размер фракции песка и расстояние до обрабатываемой поверхности. Гидропескоструйная насадка применяется для широкого спектра дачных работ, очистки деревянных стен от почернения и первых проявлений плесени, очистки строительных резервуаров от остатков цемента, раствора или битума, удаления граффити и белых солевых отложений с каменных фасадов зданий и сооружений, очистки днищ и корпусов лодок, катеров и яхт от наростов, которые возникают из-за постоянного нахождения судна в воде, а также для создания узоров на деревянных поверхностях и мотирования стекла. Графитовый тигель для плавки металлов. Он имеет высокую температурную стойкость, тепловой удар и высокую стойкость к коррозии. У него отличная герметичность, длительный срок службы и низкий уровень обслуживания. Тигель сделан из мелкой зернистости, однородной структуры, высокой плотности, и он имеет отличную теплопроводность, а также высокую механическую прочность и правильную электропроводность. Реноватор. Незаменимый помощник для дома и дачи. В компактном корпусе он объединяет сразу несколько инструментов и отлично подойдет в качестве пилы, шлифовальной машины и даже устройства для фигурной резки. Быстро снять старый линолеум, зачистить поверхность дерева, освободить стену от старой плитки, отрезать согнувшийся гвоздь, выпилить фигурные отверстия в фонаре или ДСП, отшлифовать металлическую поверхность и снять слой цемента. Это только малая часть работ, с которой легко справится реноватор. С ним вы выполните большинство работ по дому и на даче, без помощи наебных рабочих и без дополнительных, зачастую дорогих инструментов. Используя силу колебания от 15 до 20 тысяч оборотов в минуту и возможность выбора необходимой скорости, есть шесть вариантов. Многофункциональный инструмент-реноватор позволяет работать с самыми различными материалами, такими как дерево, пластик, металл, керамическая плитка и даже бетон. Настенный стеллаж для инструментов предназначен для фиксации и размещения инструментов первой необходимости. Их часто устанавливают над слесарно-столярными верстаками и активно используют при работе. Это бесценные помощники на рабочих местах на предприятиях, в мастерских и гаражах. Данная модель может прикрепляться на монтажные направляющие или же просто на стену. Изделие изготовлено из крепкого пластика. Используйте различные аксессуары и приспособления для фиксации и хранения инструментария на такой панели. Так, для размещения ключей, отверток и иных предметов используют держатели, крючки, полки и тому подобное. Перфорированная панель для инструмента используется отдельно или в сочетании с другими совместимыми системами хранения. Если надумаете заказать себе такую штуку, внимательно осмотрите, что входит в комплект. В сравнении представлены немного разные стеллажи, но явно на Али и дешевле и функциональнее. Вы как думаете, какой стеллаж лучше взять? Тот, что в нашем магазине или тот, что на Алиэкспрессе? Цифровая рулетка отличается высокой прочностью и долговечностью в течение длительного времени. В ней есть три разных режима измерения. Режим рулона, режим шнура и лазерный режим. Точность до 0,01 дюйма. С такой рулеткой вы легко и быстро померяете все, что вам нужно, любые поверхности. В этой рулетке есть большой задний светодиодный цифровой дисплей для удобного чтения. Режим рулона может измерять любую изогнутую поверхность или неровные фигурные объекты. Режим шнура позволяет легко и точно измерять вокруг объектов. Такая рулетка компактная, портативная и удобная в использовании. Пригодится любому мастеру. Пистолет для вязки арматуры. Применяется для скрепления арматуры перед заливкой бетоном при изготовлении бетонных изделий и в монолитном строительстве. Позволяет регулировать силу затяжки узла и выбирать количество витков в узле. Ускоряет работу по вязке арматуры до 6 раз. Ускоряет работы по возведению монолитной конструкции в 2 раза. Позволяет добиться стандартных параметров узла. Это сила затяжки и прочность. Выполняет на одной зарядке от 1500 до 2000 узлов. Позволяет значительно сократить количество работников, занятых на вязке, для поддержания стандартных темпов работ. Позволяет вязать до 20 узлов из одной позиции, не перемещаясь. При использовании вязального крючка их количество не превышает 5 узлов. А еще уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. По сравнению с ручной затяжкой, работает в широком диапазоне температур от минус 15 до плюс 40 градусов Цельсия. Универсальный кожух для ушей с пылеотводом. Предназначен для эффективного отвода пыли при шлифовании с помощью угловой шлифовальной машины. Данная насадка позволяет также штробить стены под кабель проводки практически без образования пыли, подключив непосредственно ее к пылесосу. Правда, нужно сделать замечание, что пыль может появляться непосредственно в момент соприкосновения диска с поверхностью и началом зарезания в стену. Как только диск полностью погрузится в материал, дальнейший процесс штробления идет без проблем. В девайсе не возникает вопросов с подключением шланга от пылесоса к самому кожуху. У многих производителей размер байонета, то есть типа крепления шланга, подбирается по конструкции и размерам своего же инструмента, а не инструмента конкурента. Из-за этого возникают проблемы в поиске или изготовлении самодельных переходников. Но на насадке сделано все просто. Здесь размер пылеотводящей трубки изготовлен под размер шланга строительного пылесоса. Индукционный нагреватель. Используется там, где требуется разогрев металлических деталей. Не используя при этом открытый огонь и другие небезопасные источники нагрева. Разогреваемая часть детали помещается вовнутрь насадки, тем самым попадает под воздействие индукционного поля. Беспламенный индукционный нагреватель, несмотря на сравнительно небольшие размеры, имеет большой коэффициент полезного действия. Благодаря гибким индукторам, то есть насадкам, удобен при нагреве части деталей, не затрагивая расположенные рядом поверхности, которые могут оплавиться или повредиться. В отличие от работы с газовой горелкой с открытым пламенем. Также газовая горелка не может нагреть деталь равномерно со всех сторон. Вам необходимо будет постоянно менять положение точки нагрева. Сменные насадки не вырабатывают тепла и горячими не становятся. Беспламенный индукционный нагреватель в процессе работы не выделяет дыма и гари, наиболее экологичен, безопасен в работе, не причиняет вреда окружающим деталям. Работа с беспламенным индукционным нагревателем не требует специального обучения пользователя. Дрель-шуруповерт с двумя патронами. Достойное решение. Если вам нужен по-настоящему универсальный домашний инструмент, способен быстро решать поставленные ремонтные задачи. Устройство можно назвать уникальным благодаря запатентованной системе с двумя патронами, которые меняются без труда, без отрыва от работы и даже без привлечения второй руки. Аккумуляторный шуруповерт обладает внушительной мощностью для сверления отверстий больших диаметров в материалах высокой прочности. Закончив сверление, можно сразу приступить к монтажу шурупов, ведь патрон с битой включается одним легким движением. Максимальный крутящий момент устройства составляет 50 ньютон метров, так что шуруповерт по металлу пройдет как ни в чем не бывало. Чем больше крутящий момент, тем с большим диаметром отверстий можно работать, а 50 ньютон метров это очень много для бытовых инструментов. Оба патрона быстрозажимные и обеспечивают легкий доступ к смене насадок. Батарея имеет солидную емкость в 2000 мАч, ее хватит более чем на 2 часа работы на высоких оборотах. Литиевый аккумулятор не разряжается в выключенном состоянии, также его батарея не имеет эффекта памяти. Лазерный дальномер с кучей функций. Способен измерять расстояние до 40 метров с точностью всего 2 мм. В памяти рулетка может хранить до 99 последних измерений. Она оснащена функциями сложения и вычитания, расчета площади и объема, функциями расчета расстояния по теореме Пифагора, определения минимального и максимального значения. На одном комплекте батареек устройство совершает около 5000 измерений. Также лазерная рулетка дальномер автоматически отключается, если вы не используете ее в течение 30 минут. В отличие от других своих китайских аналогов, может похвастаться высоким качеством сборки и полностью соответствует всем заявленным характеристикам. Также этот гаджет на сегодняшний день самая недорогая и функциональная рулетка. Таким образом, можно смело заявить, что эта лазерная рулетка лучшая по соотношению цена-качество. Еще одним неоспоримым преимуществом являются ее компактные размеры. Токарный патрон Для надежной фиксации заготовки на токарном станке используется прочный патрон. Его главная задача – это не допустить вылета заготовки из предназначенного для нее места даже на высоких оборотах станка. Поэтому надежный токарный трехкулачковый патрон – именно то, что нужно. Эта модель токарного патрона предназначена для станков небольших размеров и совместима со множеством моделей таких устройств. Корпус изготовлен из чугуна с шаровидным графитом и патрон оснащен цельными кулачками. Штукатурный ковш-хоппер для нанесения раствора за считанные секунды. При помощи стенового хоппер-ковша любой неквалифицированный строитель может осуществить штукатурные работы на вертикальных поверхностях за более короткий срок в сравнении с ручной штукатуркой. Доработанная модель оснащена дополнительной ручкой для удобства работы, а длина рукоятки обеспечивает процесс штукатурки в узких проемах, коридорах и приугловых зонах. Технология нанесения штукатурных растворов на стены, потолки, фасад здания и прочее осуществляется через компрессор с постоянным давлением. Благодаря технологии нанесения штукатурки с помощью хоппер-ковша Расход смеси значительно сокращается за счет тонкого слоя и уменьшения затрат материала на отходах. Принцип работы очень прост. Готовый раствор зачерпывается хоппер-ковшом из емкости, ковш подносится к стене на расстояние 20-40 см, нажатием рукоятки воздух из компрессора подается через шланг на хоппер-ковш и под высоким давлением происходит распыление раствора, находящегося в бункере. Скорость нанесения 120 кг сухой смеси в течение 4 минут. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона или на вебмани. Условия очень простые. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать сколько смайликов вы видели в видео. Кстати, как вам сегодняшние инструменты годные? А какие именно ты бы хотел себе купить? Какие тебе пригодятся? Пиши в комментариях, я все комменты читаю. Спасибо за просмотр этого ролика. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok